Районный совет на очередной 54-й сессии утвердил основные характеристики бюджета Белореченского района на 2017 год и на плавновый период 2018-2019 годов. В заседании принимали участие исполняющие обязанности главы района Игоря Кулинин, Белореченский межрайонный прокурор Мурат Томазов, руководитель контрольно-счетной палаты Валентина Чайкина, заместители главы муниципального образования, руководители структурных подразделений администрации. Подробности в нашем следующем сюжете. Первым вопросом депутаты рассмотрели индикативный план социально-экономического развития муниципалитета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, а также исполнение показателей плана 2015 года, 10 месяцев 2016 года. Индикативный план составляется в целях формирования основы для проекта бюджета на следующий год, определение проблем развития района, формирование основных направлений деятельности администрации на перспективу. Главной задачей прогноза является обеспечение прироста налогооблагаемой базы, отраслей экономики, оценка выполнения планов. В этот документ включаются основные показатели прогноза, который разработан на основе статистической отчетности предшествующих лет истекшего периода текущего года. По оценке 2016 года розничный товарооборот снизится на 3%, в том числе по крупным и средним предприятиям. По оценочным данным, оборот общественного питания по этому предприятию за 2016 год составит 531,3 миллиона рублей. По прогнозным данным, достигнет в 2017 году 567,9 миллиона рублей. Плановый объем инвестиций в 2015 году составлял 4,598,000,000 рублей. Ожидается, что в 2016 году он составит 4,469,000,000 рублей или 125% к уровню 2015 года. За прошедший период 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил более 2,3 миллиарда рублей или 148,3% прошлогоднего уровня. По плану в 2019 году достигнет 6,377,000,000 рублей с темпом роста 109,7%. Индикативный план подробно обсуждался на плановой бюджетной комиссии и только после этого было решено вынести вопрос на сессию совета. Еще один важный вопрос, который обсуждался депутатами – утверждение бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. По оценке специалистов, бюджет нынешнего года был правильно сформирован, выработан верный подход к наполняемости доходной части бюджета, поэтому и все показатели были выполнены. Бюджет по доходам исполнен, а значит и будут выполнены все принятые муниципалитетом обязательства. Я думаю, это будет радость не только для работников бюджетной сферы, но и для моих предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые сегодня помогают исполнять полномочия района и таким образом вкладывают свои усилия для того, чтобы город развивался. Если говорить о формировании бюджета на 2017 год, у нас начинается с апреля месяца, несмотря на то, что в целом, вы знаете, и расходы федерального бюджета, и краевого бюджета уменьшены в 2017 году, по сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года, нам удалось увеличить дотации на 14 миллионов рублей, соответственно, доходную часть еще на 30 миллионов рублей. То есть мы можем сказать, что все-таки труд тоже будет потрачен не зря, и вот на фоне все-таки уменьшения расходов мы добились их увеличения. Доходная часть бюджета сформирована с учетом предварительных итогов социально-экономического развития района за 10 месяцев текущего года, ожидаемых исполнений за текущий год. Также ожидаемые оценки поступления собственных доходов в 2016 году, предложение администратора дохода по прогнозной оценке поступления доходов в бюджет муниципального образования, но на весь этот период. Разработан бюджет на ближайшие три года. Характерно для него то, что при планировании доходов учтены вступающие в силу изменения и дополнения в законодательстве. Так, при учете доходов 2017 года учтены изменения, в соответствии с которыми увеличен норматив отчислений в бюджет муниципального района государственной пошлины за совершение муниципальными органами юридических действий через МФЦ с 67 до 100%. Сумма прибавки составляет 2,5 миллиона рублей. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2017 год составит 517 миллионов рублей, в том числе налоговые – 448 и неналоговые – 69. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличатся на 6,3% или на 30,5 миллионов рублей к первоначально утвержденному бюджету 2016 года. Проще говоря, сколько есть средств, настолько и будем жить в следующем году. А собственных доходов в нашей косне ровно в половину меньше от наших потребностей. Остается жесткое исполнение бюджета. Кстати, Белореченск занимает 17 место в ранжированной таблице по собственным доходам среди других муниципалитетов. И с каждым годом наблюдается положительная динамика. Сегодня перед муниципалитетами ставится задача, чтобы все расходы осуществлялись по системе программного планирования. Поэтому средства бюджета распределяются по 17 целевым программам. Хотела бы сказать, что у нас сегодня находится Ваня Степановича, яйкина руководит контрольной счетной палаты, которая проверяла бюджет, которая просмотрела бюджет вместе с отделом Ваня Степановича. Есть какие-то запечатные бюджеты? Проект бюджета у нас по расчету палаты предоставлен в кожном объеме, в установленный срок. Все основные характеристики бюджета и состав соответствуют бюджетному законодательству. Бюджет сбалансирован, составлен с учетом профиции 17 миллионов 100 тысяч рублей, ну что также соответствует бюджетному законодательству. Расходы бюджета сформированы на основании места, расходов обязательств района и обязательств главных распределений бюджетных средств. Всегда бюджет был напряженный и сейчас он напряженный. Если мы не будем включать все рычаги для того, чтобы сохранить и уменьшить расходную часть, даже если мы получим материальные затраты до 50% сейчас, как планировали, а возможно, может быть и нет, и пойдет на другие цели, в любом случае никто не поможет, если мы сами себе не поможем. Чтобы прожить год достойно, нужно абсолютно работать в рамках бюджета и в его увеличении. Тогда у нас все будет хорошо. Бюджет 2017 года крайне сложный и возможности по увеличению его расходов весьма ограничены. Для исполнения бюджета придется проводить очень взвешенную финансовую политику. Задачи могут быть выполнены только при условии расширения налоговой базы, вовлечении инвестиций и привлечении краевых и федеральных средств для исполнения полномочий районного уровня. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов, События и люди. Кто против, кто воздержался, принято. Продолжение следует...